Вызвать интерес у подрастающего поколения географии и истории России, ее героям, выдающимся ученым и полководцам. Это одна из задач патриотического движения «Юнармия», который функционирует в рамках российского движения школьников. Идея создания организации связана с ростом количества военно-патриотических объединений, которые «Юнармия» должна систематизировать. О том, как обстоят дела с созданием юноармейских отрядов в нашем городе, рассказал Павел Наваев. На Координационном совете от общественной организации ветеранов поступило предложение о создании юноармейского движения на территории города Сарова. Это был 2016 год. Мы предложили эту идею. На что нам ответили, что все у нас хорошо, то есть «Юнармия» у нас создана, отряды работают, то есть все. Прошло два года, ничего с тех пор не изменилось. И на сегодняшний день у нас нет ни одного члена юноармейского отряда. Специалисты Департамента по делам молодежи и спорта отметили, что активная работа по формированию отрядов началась год назад. И в школах юноармии существует как составная часть РДШ. Но, как выяснилось на заседание, штаба этого патриотического движения в городе нет. А документы на создание местного отделения находятся на согласовании в Нижнем Новгороде. Но соглашение о совместной деятельности между главой администрацией и председателем регионального отдела юноармии уже подписано. У нас, к сожалению, опять процесс немножко не так пошел. Он перекосился немножко. Но надо его подкорректировать. Есть предложение все-таки начать с создания штаба. Между тем, уже 27 апреля будет проходить единый день юноармиев. И в ходе этой акции предполагается торжественно принять в ряды патриотического движения новых участников. Как это будет происходить в нашем городе, пока непонятно. К единому решению участники свящания не пришли. Следующее заседание Координационного совета назначено на 17 апреля.